всем привет привет спасибо что заглянули на мой канал я рада вас приветствовать меня зовут ольга и сегодня я хочу предложить вам такую тему как уход за лицом хочу поделиться всеми продуктами которыми я лично пользуюсь что я предпринимаю какие у меня рекомендации то есть нужно и нужно стоит не стоит и соответственно хочу вам показать все это давайте начнем с того чем я снимаю макияж то есть макияж с лица я снимаю всегда вот такой вот мицелляркой это гарниер мицеллярка мицеллярная вода ребят чем бы я бы не пользовалась девочки ну может быть и мальчики соответственно чем бы я не пользовалась разные я пробовала марки и лориаль и виши и разные даже и корейские я пробовала больше всего мне нравится именно гарниер и данный момент у меня идет 700 миллилитров как муж я вам показываю сейчас да уже беру здоровую такую бадью вот у как раз у меня вот столько это осталось беру большую бадью потому что очень очень мне нравится быстро снимает макияж очищает спокойно ну то есть как бы без всяких там разводов тем более как бы тональную основу тушь и никаких раздражения то есть ну на коже раздражение нет то есть успокаивает как и заявлено все это есть и это касается не водостойкого макияжа да и для водостойкого макияжа если я использую водостойку даже тушь допустим да то есть я использую тоже компании гарниер такую малышку я приобрела это на масляной основе двухфазные идет двухфазным лосьон мицеллярка тоже здесь снимает эффективно водостойку тушь если там допустим даже вас тени водостойки или там губная помада или тональный крем но я в большей степени пользуюсь водостойкой туши потому что вот в зимний в осенний осенне весенний зимний период я пользуюсь водостойкой туши меня это спасает чтобы не было каких-то отпечаток и не не осыпалась ничто и потом вот снимают это вот лосьончиком не выдергивает ни ресницы наоборот укрепляет здесь идет укрепляющая сила аргинина и поэтому присмотритесь очень хороший лосьон для снятия макияжа это что касается снятия макияжа следующая такая фаза у меня идет это очищение я в недавних роликах рассказывала про свои направления ухода белорусская косметика где-нибудь в уголочке я дам ссылочку чтобы вы прошли по ссылочке посмотрели я не буду сейчас затрагивать эту тему белорусской косметики там тоже есть очищение как легкие пилинги мезоскатка там есть вот и как бы этим самым очищая еще помимо белорусской косметики я пользуюсь корейской косметикой мне очень нравится корейская косметика и еще один продукт который сейчас тоже покажу вам вот корейская косметика секрет кей недавно я вам показывала открытие новых новой посылки сайта херп это тоже мезоскатка цитрусовая лимон вот это направление гель-скатка это просто гель-скатка извиняюсь это вот это направление мне больше нравится даже чем белорусской косметики она больше отшелушивает огавевший слой больше снимает скатывает больше идет очищение очень очень не нравится присмотритесь обязательно присмотритесь потому что они сейчас поменяли как раз вот дизайн поменяли тюбик я даже испугалась что сняли с производства но нет он есть наличие он стоит своих денег то есть там они не так это дорого очень очень классная вещь и прямо рекомендую весь легкий цитрусовый запах идет эффективно очищает и второе то что я кстати это я первый не первый раз уже пользуюсь и взяла на пробу осталось совсем у меня мало вот такая вот американская компания рок или роз правильно читать да это диски это диски которые можно использовать ежедневно очищающие отшелушивают тоже верхний слой кожи вот такой вот он очень очень сильно пропитанный диск с одной стороны гладкая поверхность другой стороны у меня уже мало осталось их с другой стороны шершавая поверхность сначала нужно пройтись на увлажненное лицо не на сухое увлажненное лицо диском газ гладко гладко поверхности до такой как бы появляется пенка и сильно она пена появляется да то есть вы почувствуете и не смывая обратной стороной уже шершавенькой вы дальше тоже протираете по лицу и как раз вот идет очищение очищение прямо до скрипа очень очень хорошая рекомендую эту компанию вам попробуйте мне очень понравилось в принципе как бы очень классная и вообще производитель заявляет вот именно эти диски что они делают да здесь как бы он заявляет что через одну неделю появление тонких линий снижается через четыре недели признаки фотостарения уменьшаются через 12 людей недель появление морщин и пор уменьшается так что присмотритесь рекомендую на сайте iherb можете все это приобрести все что касается корейских корейских косметики я всегда заказываю только на сайте а херп куда если вы уже успели заметить я очень люблю этот сайт потому что он закрепит зарекомендован потому что натуральные продукция и но у меня есть чем сравнивать и поэтому как бы я знаю что там все нормально продукция проверена конечно может быть не вся но по крайней мере на какие-то недостатки я еще не натыкалась это американский вот продукт вот именно вот эти диски очищающие очень-очень классно это по поводу очищения дальше по поводу масочек тоже маски я вам показывала в белорусской косметики пользую маской пользуюсь там масками да как увлажняющие в разные направления можете пройти посмотреть на мой ролик которые где рассказывала белорусской косметики вот заказала первый раз именно вот эту вот масочку это корейская корейская маска угольная пузырьковая пузырьковая глиняная маска и ну там уголь тоже присутствует компании лизабека буквально сегодня я ее при первый раз попробовала первое мое впечатление первое впечатление значит что у нас есть немножко есть подсказка да я как бы обращаясь к источникам первоисточником это значит пузырьковая грязевая маска для очищения пор я именно я брала для очищения для пор для всяких чтобы меньше было высыпаний немножко я этим страдаю как бы в области скул у меня в основном это происходит здесь присутствует газированная вода плюс килоген плюс зеленый чай и плюс уголь глина уменьшает удаление угрей то есть как бы меньше да становится подходит для всех типов кожи нужно наносить знаете она быстро прям засыхает что сегодня я ее использовала быстро моментально и нужно носить быстро засыхает немножко непривычно неудобно к ней надо приспособиться просто всего но эффект такой интересный пенится пузырьки пенится они лопаются пенится пенится надо поддержать здесь от 3 до 5 минут потом прохладной водичкой смочить значит руки и массажными таким помассажировать так сказать массу которую у вас на лице есть да и потом это все смыть смывается легко просто результат результат очищения пор есть но не могу сказать что вы знаете как это лучший продукт что я видела для очищения пор честно то есть пор очищаются лицо прям такое оно становится очищенным знаете вот как это как это даже правильно сказать фарфоровым таким вот гладкоматовым знаете вот прям очищенным вот неплохая штучка мне прям понравилось мне кстати очень хорошие отзывы и рекомендует ну как бы рекомендует люди очень много отзывы поэтому а на сайте она является бестселлером присмотритесь достойная штучка но но по поводу нанесения немножко есть какие ну трудности надо просто привыкнуть и быстро ее наносить это что касается масочек то что касается лосьонов тоже я рассказывала я пользуюсь лосьонами в белорусской косметики еще плюс лосьон я начала сейчас внедрила в свой уход в именно вот в осенний зимний весенний период а лосьон вот такой вот лосьон тоже компания лизабека с фруктовыми кислотами вот этот вот лосьончик я его попробовала сегодня первый раз вчера вернее попробовала да что могу сказать по поводу этого лосьона здесь имеется фруктовые кислоты для очистки пор и и какие фруктовые кислоты это бэша бета-гидроксильная кислота и аша это альфа-гидроксильная кислота для тщательной очистки отшелушивания увлажнения кожи отшелушивый торговевший верхний слой кожи имеет фруктовый запах прям цитрусовый цитрусовый запах имеет знаете лимон на грейпфрута грейпфрут да вот и что могу сказать по поводу этой кислоты ну по поводу этого тоника извиняюсь мне просто ну первое впечатление мое хорошее как будет дальше пользоваться как будем дальше видеть результат я вам обязательно сообщу здесь 200 миллилитров расход небольшой достаточно маленький посмотрим отзыв очень хорош на этот лосьон вот помимо лосьон у меня мезотоник вот белорусский помимо того что есть лосьон для сужения пор это тоже белорусская косметика вот я сейчас внедряю вот этот вот тонер с кислотами так что присмотритесь это то что касается наших лосьонов наши глазки наши глазки я пользуюсь патчами пользуюсь кремами по глаза значит у меня закончились патчи буквально вчера ложка прилипла буквально вчера я использовала патчи экстракт птичьих гнезд это тоже корейская компания значит здесь 60 штук патчи нужно хранить после вскрытия обязательно в холодильнике и вообще все крема я тоже храню в холодильнике чтобы было ну так охлаждающий эффект здесь значит патчи мне очень сильно понравились они такие прозрачно голубые что они делают они снимают отечность под глазами они с ним убирают осветляет так сказать убирают какую-то любую синеву темные круги осветляет выравнивают кожу мелкие морщинки ну как бы может быть и крупные морщинки меня просто таких крупных нету поэтому я как бы ну не знаю вот очень мне понравились патчи очень-очень присмотритесь я прям вам советую классная вообще вот это вот компания и вот эти вот патчи они систематичных нету наличия так что их еще нужно поймать в данный момент мне пришли новые патчи в новой посылочки я тоже показывала вам вот эти вот патчи с черной икрой тоже корейские 60 штук черный черный еще не пользовалась не знаю хорошие отзывы на них попробуем посмотрю расскажу компания 5 5 5 5 тфи какой будет результат расскажу по поводу кремушков для глазок наших я пользуюсь в данный момент практически уже заканчивается компания мизон вот такой вот крем с коллагеном он даже не крем он даже гель но у меня практически уже все ничего нету вот горошинка осталось он а такое такая вот масса не кремова а гелевая здесь коллаген присутствует ну сказать что я прям вот вау нет такого увлажняет хорошо питает впитывается хорошо не мешает макияжу достаточно хорошая то есть как бы ну по крайней мере как бы ну ничего такого не могу сказать отрицательного здесь 25 миллилитров тюбик достаточно такой конечно шикарный увесистый это все индивидуально вы знаете нужно пробовать смотреть ну вот прям рекомендую рекомендую такого конечно не могу сказать а второй кремик недавно купила где-то там масс-маркете компания не вея попробовать решила знаете прям что так посмотрела эктракт лотоса и масло виноградных косточек для чувствительной кожи вокруг глаз вы знаете я больше его пользуюсь на ночь он увлажняет очень хорошо ну больше ничего не делают то есть вот и все то есть в основном меня спасают конечно же как бы это патчи если мне надо убрать какие-то недостатки то что касается да я ну пользуюсь кремами под глаза ну что могу сказать то что вот есть и крема которая которым я пользуюсь для лица начну с серумом вот такой вот у меня есть серым это компания дерма е тоже сайта хер это не корейская компания вот это значит дерма е с витамином c и герлоновой кислотой здесь 60 миллилитров вот такой вот помпы что очень очень важно потому что витамин c чтобы туда не поступало кислород то есть вы дозатор у вас есть как бы вы взяли сколько вам надо нанесли и все чтобы туда чтобы витамин c не страчивался да он нам как бы сказать чтобы у больше больше было в серыми да поэтому помпа очень важно что касается эту серу у меня осталось совсем немножко мне очень нет мне понравилось вообще мне компания дерма е очень сильно нравится у меня еще есть крем сейчас вам тоже покажу вообще вся компания вот что то что есть кому как бы то чем я пользовалась их не продукции мне все нравится есть такое ну как минус не минус но этот как бы индивидуально все мне это как бы не пугает потому что сначала первоначально когда я попользовалась первый второй третий раз я как бы ничего не поняла вообще эффекта потом уже когда это пошло ну как бы сказать систему и постоянство да и соответственно я вижу результат во первых витамин c работает кожа видно что работа идет этого серома цвет лица улучшается выравнивается увлажнение есть просто первоначально когда вы только нанесли его будет такая липкая пленочка на на лице но дайте вот серому поработать дайте ему больше впитаться и она исчезнет и потом спокойно будете либо там крема носить либо господи либо праймер и дальше там макияж наносите макияжу не мешает но результат есть закажу еще до закажу я вам рекомендую попробуйте не пугать от этого липкого первоначального слоя которые он когда наносишь его значит также вот для моей есть такой вот у меня крем подтягивающий увлажняющий крем он больше конечно надо его наносить на ночь это ночной крем очень вот у меня уже его столько осталось очень очень мне нравится я вам его рекомендую вот именно для возрастной кожи то есть если вам уже за 30 его уже можно предпринимать тем более за 35 вот дерма е здесь пятьдесят шесть грамм он подтягивает вы знаете когда не за один раз чудес не бывает естественно он там сильно вам хоп и подтянет но кожа становится овал лица подчеркивается подтягивается и кожа становится более упругой не то что она она со временем у нас не как начинает обвисать но это она облотняется становится упругой и это чувствуется очень очень не нравится так что я рекомендую попробуйте я им пользуюсь вот постоянно еще один кремушек которые которым я пользуюсь это корейский тоже компания мизон корейский крем черные улитки этот крем универсальный универсальный в том что уносить можно на все лицо так и на глаза можно использовать также на глаза это уже вторая у меня парочка вот уже сколько осталось под заканчивается у меня очень классный крем но я просто люблю такие крема которые они не увесистые знаете чтобы их не чувствовала чтобы кожа дышала в то же время она увлажняла и хорошо впитывалась я не люблю когда вот жирные очень плотные крема я не люблю такие этот крем я прям вообще даже советую летом он вообще классно вообще подходит даже для лета но летом в основном я вот сервис сервис пользуюсь и или сывороткой метров достаточно этот вот крем конечно классный я говорю еще раз что это не одна баночка это уже вторая очень классный также я вот сейчас недавно в новых посылках посылки новой заказала тоже корейский вот такой вот крем spf 50 почему его заказала хорошие отзывы ни разу не пробовала но если spf 50 как я сейчас внедряю кислоты кислотные тонер и значит кислотный крем и буду сейчас пользоваться ретинолом поэтому соответственно я хоть ну вот этот вот он заказала вот этот вот крем spf 50 здесь это натуре републик репаблик наверное лучше сказать очень хороший хорошие отзывы дорого не стоил такой он я уже я уже его чуть-чуть попробовала знаете вот такой вот с легкой розовинкой наверное будет немножко может быть какое-то легкое легкое подсвечивание давать не знаю посмотрим попробуем а вот этот вот кремушек это то что касается кремов так и хочу показать два крема в виде крема это уже то что касается кислот значит первое это ретинол ретинол я пользуюсь начала сейчас в этом году и в прошлом году весь год я пользовалась это ретинол 1 процентный это ретинол вы не купите нигде в россии не в аптеке только вот я через сайт ахерп его приобрела значит имеет имеет легкий фруктовый такой запах для меня фруктового столько мне уже осталось такого цвета он желтоватенького рекомендую вот очень очень рекомендую мне он очень понравился конечно это все индивидуально нужно знать свою кожу нужно его применять внедрять свой уход так сказать осторожно раз в неделю либо может быть два раза в неделю я дошла до того что знаю свою кожу у меня достаточно такая плотная толстая вот ну имею ввиду толстокожая такой как бы человек вот я дошла до того что я каждый вечер на ночь наносила этот крем бывали моменты если я чувствую какое-то легкое раздражение на день на два оставляю и дальше потом продолжаю крем классный вот просто классный крем то есть как бы снимаю макияж очищаю могу наносить маску могу нет прошла с тонером и потом уже наношу кремушек он впитывается и все ложусь спать эффект видно сразу вообще эффект хороший когда вы знаете в комплексе я просто пропивала и пропиваю до сих пор у меня это как бы систематично курсами я пропиваю коллаген и когда я пользуюсь именно вот ретинолом я вижу колоссальный эффект то есть я начинала с осени зима и весна до первого яркого солнца и всегда всегда днем под макияж обязательно крем со спф чем больше тем лучше чтобы не было пигментных пятен чтобы не было каких-то там проблем и все остальное и еще один кремушек то что касается гликолевой кислоты у меня десятипроцентная гликолевая кислота этот крем это ревива лапс компания ревива лапс тоже корейская компания вот и что могу сказать о нем я начала сразу с десяти процентов у меня пятипроцентного не было каждый день конечно я им не пользовалась вот такой вот кремообразный белый цвет это такая сильная штучка очень сильная штучка поэтому с ним надо очень осторожно и вообще рекомендуется когда вы уже нанесли крем он впитался и после него лучше нанести прям вот здесь вот очень такой увлажняющий плотный жирный крем тогда ну лучше как бы будет и переносимость кожи и эффект соответственно в этом году тоже буду уже пользоваться им я не буду смотреть но с ним надо очень быть осторожны я им пользовалась ну наверное где-то два дошла я до двух раз в неделю тоже на ночь до двух до трех вот так вот где-то но не каждый день потому что ну для меня это очень такой сильно оказался вот это то что касается кислот так сказать наше омоложение и в уход я могу отнести наши бальзамчики уход за губами мне очень понравился кармакс я заказала тоже сайт iHerb значит первый это клубничный вот такой вот клубничный кармакс очень приятный прям клубника-клубника да и второй ментольный он такой пощипывающий на губах спасает меня во все времена года тем более зимой у меня губы сами по себе очень сильно сохнут и поэтому меня когда спасает если нет губнушки с собой обязательно есть бальзам то есть во всех сумочках у меня есть бальзам и могу посоветовать вот такой вот бальзамчик взяла его в пробниках стоило там что-то 100 рублей бальзам этот подходит и для лица и для губ и для глаз и для тела и для ног то есть если у вас какие-то есть шелушения какие-то есть как это вы знаете у меня иногда бывает на локтях вот здесь вот появляется какая-то твердость да то есть я помажу и оно смягчает и очень хорошо помогает это органовый бальзам здесь присутствует какао масло и масло ши вот такой вот бальзамчик запах конечно знаете такой специфичный да ну прям бальзама такого специфика ну я не знаю конечно может быть кому-то не понравится но для меня терпимый нормально но он твердый твердая такая вот масса для меня он очень-очень хороший поэтому как бы вот я его рекомендую тем более в зимний период ну это все что я вам хотела вот показать какой я имею уход у себя дома чем я пользуюсь я вам еще раз говорю что помимо и когда-то я пользуюсь белорусской косметикой когда-то я пользуюсь корейской косметикой это курсы провела допустим там сначала одно потом второе все сразу естественно я не использую вот ну все что я могла порекомендовать я вам показала то есть что на самом деле как бы у меня в данный момент есть так что если будут какие-то вопросы или может быть у вас будут какие-то пожелания или рекомендации чем вы пользуетесь расскажите мне пожалуйста я очень рада буду послушать ваш совет внесу в комментариях под этим видео пожалуйста оставляйте расскажите именно какими вы пользуетесь каким вы именно пользуетесь уходом именно может быть какими-то определенными другими марками или чем вы пользуетесь для обложения допустим кислотами или вообще ваш ваш опыт в этом не забывайте пожалуйста ставить пальчики вверх подписывайтесь на этот канал я буду рада рада вас видеть вновь на моем канале мне очень важно ваша подписка ваша поддержка ваши советы ваши рекомендации ухаживайте за собой пока-пока